У нас с вами сейчас Наполеон и Отечественная война 1812 года. Итак, вот мы с вами прошлый раз разобрали события, связанные с антинаполеоновскими коалициями, и сегодня я уже сказал, что мы, скажем так, переносим одно занятие из русской истории, как бы в зарубежную историю, потому что у нас блоками такими идет. И вот поговорим как раз о Отечественной войне 1812 года, которая в конечном счете оказалась неизбежна между двумя странами. В силу тех противоречий, которые были между Наполеоном и Александром, в силу, может быть, некоторой и особенности личного характера Александра I, и различных мотивов Наполеона. Мы в прошлый раз говорили о неудавшемся брачном союзе, который обе стороны восприняли как оскорбление взаимное. Мы можем вспомнить с вами и фразу Наполеона, которая оскорбила Александра до глубины души по поводу намека на то, что он никаких мер не предпринял для того, чтобы наказать, убить своего отца. А сразу скажу, что Александр I, который правил в Российской империи с 1801 года по 1825 год, был человеком очень мнительным, подозрительным, двуличным, лицемерным. Впрочем, если мы говорим с вами о человеческих качествах, наверное, это не самые приятные черты характера, согласитесь. Но когда мы говорим об императоре, может быть, в чем-то это и полезные качества, с учетом того, в каких обстоятельствах он пришел к власти, действительно, на крови, на смерти своего отца, с учетом того, какое противостояние могло быть со стороны различного рода дворянских группировок. И он эту ситуацию очень умело сдерживал. Но вот простить обиды он действительно никак не мог. И это оказало свою существенную роль. Мы с вами помним, что Россия принимала участие в целом ряде антифранцузских коалиций. И, наконец, начинается вторжение. Летом 1812 года начинается вторжение Наполеона. Мотивы Наполеона тоже очень дискуссионны. Некоторые говорят о том, что он просто хотел показать Александру, что не стоит с Францией воевать. Но это мнение достаточно одиозного в России историка Олега Валерьевича Соколова. Впрочем, опять же, я не знаю, насколько вы в курсе наших некоторых уголовных дел. Но если с точки зрения, опять же, личных качеств он оставляет желать лучшего, то с точки зрения своего научного вклада он достаточно большую роль сыграл. И он очень большой массив источников обработал. И у него достаточно интересные труды, в частности, армия Наполеона. Вот он считал, что Наполеон просто хотел показать Александру, что не стоит с Францией воевать, что Россия должна продолжать действовать в фарватере Франции. И таким образом, скорее добиться нового мира с Россией. Но другие историки занимают иную позицию, что он действительно хотел подчинить Россию себе, что если не включить ее в территорию Франции, то, по крайней мере, какое-то такое достаточно масштабное нападение планировалось. Итак, вот вы видите сейчас на слайде командующих русской армии. Это Барклай-де-Толли и Багратион. Соотношение сил, опять же, вы обратите внимание, должны здесь на то, что как сильно отличались доступные силы и силы на Западном фронте. Вот у Наполеона общие войска миллион двести тысяч человек. Это вполне логично. Франция весь период, как я уже сказал, до 1812 года провела в бесконечных войнах. Понятно, что большая часть населения была поставлена под ружье. И та часть Франции, которая вторглась на территорию России, это 640 тысяч. Это огромное по тем временам войско, просто громадное. При этом, конечно, не вся армия вторглась. Вторглась примерно 460 тысяч. Из них большую часть составляли французы, но, конечно, были и представители других народов, которые Наполеон в Европе покорил. Опять же, если мы обратимся сейчас к карте, то мы увидим с вами, какая часть Европы была покорена Францией. То есть здесь представители Италии, представители Пруссии, представители Испании. Конечно, все они так или иначе участвовали в боевых действиях против России. И русская армия была разделена на несколько частей. Это первая армия под командованием Барклая де Толли, вторая армия под командованием Багратиона, третья армия под командованием Тормасова на юге. И вот как раз мы говорим о вторжении, которое состоялось. Не удивляйтесь, что я так перескакиваю по слайдам. Сейчас это потребуется 12 июня 1812 года. 12 июня 1812 года. Запомните эту дату, она достаточно символична для России. Французская армия переходит границу, форсировав Днепр. И левый фланг под командованием Макдональда. Это северное направление, скажем так. Вот вы его видите на экране, он у нас сверху. Затем две армии. Одна под командованием самого Наполеона, а другая под командованием его пасынка Евгения Багарне. Это центральное направление, основное направление удара французской армии, которое предполагало захватить не Санкт-Петербург, столицу России, а сердце, скажем так, России, город Москву. Собственно, опять же, из Москвы я и веду это занятие. Так что вот можно считать, что такая, можно реконструкцию целую было бы сделать. Но мы, наверное, никому не понравится, если я эту квартиру разгромлю. И, наконец, южное направление. Армия, которая будет воевать против армии Тормасова, это Шварценберг. Причем Тормасова Наполеон считал самым слабым из полководцев российских. Он называл его ничтожеством и не видел, что здесь будут какие-либо сложности. Вот еще одно изображение с форсированием Немана. Соответственно, и начинаются боевые действия. Сначала я расскажу немного, буквально несколько слов о северном направлении. Там было не так много боевых действий. Там были не такие крупные армии. И там армии Макдональда противостояла армия Витгенштейна, как я уже сказал. И основное направление удара – это направление на Ригу и попытка захватить Ригу. Впрочем, сразу стоит оговориться, что эта попытка так и останется неудачной. Другое дело, что летом, в августе-сентябре 2012 года армия Витгенштейна потерпит целый ряд поражений. Впрочем, они не будут критичны для нее. Вот это тоже достаточно важный момент. То есть, если центральная армия у нас будет постоянно, долго, далеко отступать, то на северном направлении, в частности, битва под Полоцком. Да, сначала завершится неудачей. Мы вынуждены будем сдать, оставить Полоцк. Затем произойдет еще одно сражение. Это сражение при Клястицах. Да, это правда, да. Это было. Ну, собственно, Москву тоже сожгли. Осада Риги будет достаточно мощной. Да, потом она будет сожжена. Я рад, что вы неплохо знаете об этих событиях. Вот битва под Клястицы неудачная для России. Но затем, когда на центральном направлении русская армия перейдет в наступление, то и на северном направлении тоже будет целая череда вполне удачных битв. Например, вторая битва под Полоцком. И об этом будет написано Витгенштейном письмо Кутузову. Кутузов будет благодарить Витгенштейна за прекрасные новости. Для него это будет большая радость. Интересное достаточно письмо. Можете найти. Оно в открытом доступе в интернете есть. Такая переписка достаточно яркая. И затем уже пойдет дальше наступление на южное направление со стороны Витгенштейна. Что интересно, он будет участвовать в одном из центральных событий отечественной войны. Созданы битвы при Березине. Между тем, на центральном направлении русские войска начинают отступать. Отступать достаточно организованно. Но понятно, что все это не приносит особой радости войскам. И когда мы долго молча отступали, если мы цитируем Михаила Юрьевича Лермонтова, то, конечно, это вызывало такую подавленность настроений. Мы оставляем свои территории. Мы не даем генерального сражения. Наполеон предполагал разбить Россию на границе в генеральном сражении. После чего вынудить ее заключить мирное соглашение. Он не собирался так далеко, в целом, идти по территории России. Просто ожидал, что именно на центральном направлении это генеральное сражение произойдет. И вот. Но и там были достаточно важные моменты. В частности, вот Николай Николаевич Раевский. Сражение под Салтановкой. Надо сказать, что он здесь немножко ослушался своих командующих. сделал такой контур-удар. Кстати, контур-удар был достаточно удачный. Достаточно удачный. Сражение под Островно в июле 1812 года. Тоже Россия вынуждена будет в конечном счете отступить. И затем сражение под Смоленском, где большой героизм проявил Дмитрий Сергеевич Доктуров, один из руководителей обороны Смоленска. И в каждом из этих сражений, пусть они были в конечном счете неудачные, вот кроме битвы под Салтановкой, которая действительно дезорганизовала несколько французов. Но вот в остальном они, все равно Россия продолжала отступать. Но для нас с вами важен другой момент. Все они так или иначе задерживали французов. Вот фактически Россия идет, первый раз идет таким, я бы сказал, классическим путем. Мы заваниваем противника вглубь своей территории. Такая татарская тактика. Только она, если татары в рамках одного сражения это делали, то мы в течение года это делали. Мы заманиваем противника вглубь своей территории, прямо под Москву. А уже дальше под Москвой, осенью, поздней осенью, зимой, врагу становится очень и очень нехорошо на территории России. Потому что зима, потому что генерал Мороз. Потому что мы привычны воевать в очень тяжелых, в очень сложных условиях. Так что вот все равно эти сражения, они задерживали армию Наполеона. Задерживали армию Наполеона. Наконец, под Кобрином в июле 2012 года мы одержали, кстати, удачную, одержали победу. То есть пока у нас на севере и в центре мы терпим неудачи, на юге вот то самое ничтожество тормасов, которого Наполеон ни во что не ставил. Он смог одержать победу над французами. Такой достаточно интересный момент. Павел Алексеевич Тучков. Бой у Валутиной горы тоже очень удачный на самом деле контрудар со стороны Павла Алексеевича. Но вот все это отступление и во главе армии стоит Барклай де Толли. Человек, прямо скажем, с нерусской фамилией и нерусский по происхождению, что вызывает несколько негативные настроения. Багратион-то он понятно, к какому роду или к роду каких князей принадлежал. Багратион-то откуда фамилия вообще? Какая фамилия? Скажите мне, пожалуйста. Нет, это не французская фамилия Багратион. Багратион-то. Нет. Грузинская, конечно, грузинская. Это известный род Багратионов. Да, Багратион-Мухранский. Там еще были Багратионы различные. Это грузинская фамилия. Потом будет коньяк. Тоже Багратион. Итак, вот если мы... Сейчас, одну секундочку, пожалуйста. И если мы с вами говорим о командовании, то в результате вот этих вот событий принято было решение. Все-таки поставить во главе армии Михаила Илларионовича Голенищева Кутузова. Вот не случайно я поставил два изображения. Одно из этих изображений нам показывает, чьим учеником был Кутузов. При том, что Александр I его не очень любил и не очень жаловал. Достаточно критично к нему относился. Но, между тем, все равно поставил во главе армии. Ожидали, что придет Кутузов. И мы начнем, соответственно, наступление. Дадим какой-то крупномасштабный бой. Дадим действительно такое генеральное сражение. А что делает Кутузов, когда приходит в армию? Правильно, он продолжает отступать. Первым делом он посмотрел, объявил о том, что мы обязательно сродимся с французами. И тут же начал отступление. Потому что выбора не было. Потому что не было другого варианта, кроме как отступления. Мы могли потерять всю армию, если бы мы дали подобного рода генеральное сражение. Кутузов действовал абсолютно верно в этом плане. И вот нашли большое поле. Действительно, в какой-то момент, поскольку общественность требует, поскольку надо, то принимается решение о том, чтобы все-таки дать генеральное сражение Кутузову. И Бородинское поле. Там сейчас прекрасный музей, кто будет в России. Желаю вам посетить этот музей. Действительно, очень хороший. Французская армия 135 тысяч человек. Русская армия по численности уступает. Немного, 120 примерно тысяч человек. Превосходим по вооружению. Вы видите расположение войск. И вот здесь разворачивается очень масштабное сражение. 26 августа или по новому стилю 7 сентября. Что из себя представляла Бородинская битва. Ну, начнем с того, что началась она еще 24 августа, скажем так. Ну, да, естественно, как иначе. Но это вообще традиционно, да, у реки дать какое-то крупное сражение. И, соответственно, бой за Шевардинский редут. Это еще 24 августа 1812 года. Командовал этим редутом Горчаков. Шевардинский редут будет взят. И в целом Бородинское сражение 26 августа будет представлять из себя, скажем так, вот череду таких захватов, каких-то укрепрайонов русской армии. То есть бои за флеши. Бои за флеши. И, конечно, сражение будет очень тяжелым. Начнется с отвлекающего маневра атакой генерала Дельзона на русские позиции в 5 часов 30 минут утра. Вот это будет такой отвлекающий действительно маневр на фланге. Но основной удар придется по центру. Основной удар придется по центру. И последовательно будет вестись борьба за Багратионовы флеши, флеши, Семеновские флеши, батарею Раевского. Огромное количество русских генералов падет в ходе этого сражения. Первым из них будет Яков Петрович Кульнев, герой Отечественной войны 12-го года. Смертельно будет ранен и Петр Иванович Багратион во время этого сражения. Александр Иванович Кутайсов. Это действительно выдающиеся русские генералы, которые сложат голову на Бородинском поле. Кстати, его тело так и не будет. Кутайсова найдено. Будет считаться, что его разорвет снарядом. Он будет предпринимать контратаку в попытке отбить батарею Раевского, которую мы потеряем. Во время боя будет еще один очень интересный тактический маневр со стороны Михаила Иларионовича Кутузова. Он даст указания Генералу Уварову и Казаку Платову пройтись по тылам французов и навести там панику, дезорганизовать их. Действительно, частично этот маневр получится. Но, к сожалению, тех результатов, на которые рассчитывал Кутузов, удар Платова и Уварова не достигнет. Вот вы видите слева как раз Уваров, а на втором изображении явно такая казачья лихая атака. Это уже Казак Платов командует войсками своими. Действительно, на несколько часов они дезорганизовали тылы, но результата, как я уже сказал, не достигнут. И, в общем-то, Уваров и Платов будут единственными генералами, единственными командующими, которые по итогам Бородинского сражения не будут Кутузовым представлены к награде. Это, наверное, показывает, насколько он был недоволен тем, как они провели эту атаку. В конечном счете, вот, кстати, интересный момент тоже картины, как наблюдают командующий Кутузов и Наполеон за ходом сражения. Французы потеряют 28 тысяч, русские потеряют в полтора раза больше 29 генералов. Представьте, 29 генералов погибло русских в этом сражении. Русские, в общем-то, вот, когда мы говорим об этой битве, то зачастую одни говорят, что мы одержали победу, другие говорят, что мы проиграли сражение. С точки зрения воинского искусства того времени, мы это сражение, надо говорить объективно, проиграли. Но, вот, в чем особенность? Дело в том, что мы отступали достаточно организованно, у нас не было вот какого-то панического бегства. Мы отступали, 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 заняли определенные позиции, а потом Кутузов сказал, что битву надо прекращать, и мы ушли с этих позиций, русские войска отступили. Поэтому формально французы действительно в этом сражении одержали победу. Тогда считалось, за кем осталось поле боя, тот и победил. Логичный вполне вывод, но Наполеон, конечно, был поражен этим сражением. Французы очень много войск, как вы видите, потеряли, и Наполеон потом скажет, что из всех сражений в своих мемуарах, которые он будет уже писать, когда будет отправлен в ссылку, что из всех сражений самое ужасное, это то, которое он дал под Москвой. Французы в нем показали себя достойными одержать победу, а русские стяжали право быть непобедимыми. Я бы сказал, что Наполеон точнее, чем все, кто потом с пеной у рта доказывал, кто именно победил в этом сражении, выразил итоги Бородинской битвы. Действительно, по сути дела, французы победили, русские не проиграли это сражение, мы сохранили армию. Это было тогда самым важным для нас моментом. Ну а дальше проходит военный совет в Филях, военный совет в Филях, в ходе которого обсуждается вопрос, надо ли сдавать Москву или необходимо подготовиться к новому генеральному сражению. Вот здесь как раз большинство было за то, чтобы дать новое сражение. Москву нельзя сдавать, это удивительное дело. Как можно действительно город, который считается душью, сердцем России отдать врагу? Понятно, что Петербург столица, но, повторюсь, Москва имела огромное символическое значение. У нас было два действительно крупных города в России. Господи, не помню, но в период Российской империи, по-моему, в конце 18 века у нас было два города, численность которых превышала 100 тысяч человек. Нетрудно догадаться, что это за два города, поэтому сдача Москвы, конечно, была чем-то невиданным. На что Кутузов сказал, что потеря Москвы не есть потеря всей России, а вот потеря армии – это значит потерять Россию. И приказал отступать. Срочно было дано указание всем жителям Москвы ее покинуть. Вы видите изображение повозки, которые под наблюдением солдат идут из Москвы. При этом раненых оставили в Москве, оставили умирать в госпиталях в Москве. Это очень тяжелое, конечно, тоже решение было, очень болезненное. Если кто-то читал «Войну и мир», вы можете вспомнить там яркий момент, как Наташа Ростова стала скидывать вещи с повозки, их семейные, для того, чтобы уложить на эту повозку раненых и вывезти хотя бы кого-то. Вот трудно сказать, но, видимо, какие-то подобного рода шаги были со стороны некоторых представителей ведущего дворянского сословия. По крайней мере, все тогда находились в одинаково тяжелом положении. Никто не знал, смогут ли они вернуться в Москву. И Наполеон на Поклонной горе смотрит на Москву, ожидая, когда ему вынесут по традиции ключи от города. Ну, ключи не несут и не несут. Не несут и не несут. Никто не ожидает. Наполеон не ждал, что русские будут воевать, ну, извините, господин Наполеон, что таким вот в каком-то смысле варварским способом. То есть абсолютно наплевать на все нормы, приличия, как правильно с точки зрения науки, этикеты и всего прочего воевать, нам было все равно. Мы не вынесли ему ключи от города. Его встретили, правда, старообрядцы с хлебом с солью, о чем не так часто рассказывается. Но это уже отдельный сюжет. Вопрос, опять же, отношения старообрядчества к существовавшей тогда в России власти. Важно, что Наполеон входит в Москву, и в Москве начинаются пожары. В Москве начинаются многочисленные пожары. До сих пор тоже обсуждаемый в момент 14 сентября 2012 года Наполеон занимает Москву. Кто был источником этих пожаров? Некоторые говорят, что мародерствующие в Москве французы вызвали многочисленные пожары. Есть другая точка зрения, что, собственно, было дано указание губернаторам Москвы Федором Васильевичем Растопчаным поджечь Москву, дабы Наполеону ничего не досталось. Эта точка зрения больше распространена в отечественной научной литературе, надо сказать. И вот вы можете обратить внимание на карту, розовым выделены участки, которые были сожжены. То есть от Москвы действительно мало что осталось. Это был страшный пожар. В ходе этого пожара погибло и выдающийся, оригинал выдающегося произведения, слово о полку Игореве, слово о полку Игореве, и вызвало до сих пор дискуссии о том, настоящий это памятник или нет. Большинство историков все-таки склоняется к тому, что это настоящий, конечно, памятник, а не подделка, просто переписанный, просто у нас не сохранился оригинал этого документа. Но вот потери были страшные, но Наполеон и его войска, конечно, чувствовали себя очень неуютно в Москве. Москва горит, в Москве есть не особо много что можно, Москву жители покинули, войска постепенно мародерствуют. И Наполеон, надо сказать, что это не единственное предложение мира, всего трижды Наполеон предлагал мир на разных этапах Отечественной войны 12-го года. Поэтому он отправляет Лористона в штаб Кутузову для того, чтобы тот провел переговоры о мире. На что Кутузов сказал, что он неуполномочен вести подобного рода переговоры. Поездка Лористона закончилась неудачей. Впрочем, Кутузов пообещал в Москву, в Петербург обязательно передать информацию о том, что Наполеон обращался. Никаких последующих шагов из Петербурга тоже сделано не было. 7 октября, когда Наполеон понимает, что война не закончилась, что ждать нечего, по сути дела, он покидает Москву, при этом приказав взорвать Кремль. Большинство зарядов не сработало, но часть зарядов все-таки сработала. И вы видите, например, остатки Кремля после того, как на левом изображении, после того, как Наполеон покидает Москву. Ну, а это уже символическое изображение, да, горящий Кремль, горящие стены Кремля после того, как Наполеон уехал из Москвы. И вот здесь для Наполеона начинается самое интересное. Наполеон предполагал двинуться обратно по Калужской дороге. Он пришел по Смоленской дороге, и, конечно, она была изрядно разорена, да и крестьяне здесь усердствовали, прямо скажем, сжигая зачастую ту территорию или те посевы, которые у них были, уходя в партизаны от французов. А вот на Калужской дороге были продовольственные склады, и ожидалось, что все будет хорошо, что будет чем кормиться. Но вот здесь Кутузов предпринимает очень интересный Тарутинский маневр, который войдет в учебники воинского искусства, классики воинского искусства. Вы можете обратить внимание, вот как перемещаются войска Кутузова, и таким образом они блокируют возможность Наполеону двигаться по Калужской дороге, вытесняя его на старую Смоленскую, разоренную уже французами дорогу. И в результате Наполеон был вынужден повернуть на Вязьму. И двигаться, конечно, вот второй раз по одной и той же дороге, вы догадываетесь, что было не самым приятным для него делом. 12 октября состоялась бифа под Малоярославцем, где русские войска победили войска Наполеона. Но это такое небольшое было достаточно сражение, в результате которого Наполеон окончательно поворачивает на Смоленскую дорогу и затем уже двигается по ней. 3 ноября 2012 года происходит освобождение Вязьмы. Кто-то что-то печатал, если что-то, я с радостью отреагирую. Затем проходит еще одно сражение, это сражение под Красным, где мы тоже одерживаем победу. Тоже такое локальное сражение, это нельзя никак назвать генеральным сражением каким-то. Но важно, что Наполеон продолжает таким образом отступление, продолжает отступление. Вы видите изображение, как приходилось жить солдатам армии Наполеона, то есть забивали в том числе и лошадей для того, чтобы прокормиться, потому что территория сожжена уже. И, кроме того, очень мощное развернулось партизанское движение. Наполеон шел с лозунгами освобождения крестьян, но крестьяне ему не поверили. Разворачивается мощнейшее крестьянское движение, партизанское движение. Маленькие отряды партизан уничтожают обозы французов. Вот эта вот картина слева, например, называется «Не зымай, дай подойти поближе». То есть речь идет о том, что пусть враг подойдет поближе, и тогда эффект неожиданности будет сильнее. Вот партизаны ведут плененных французов. Один из героев партизанской войны – это Денис Васильевич Давыдов, конечно. Очень яркий был человек, поэт, в том числе, сочинил немало стихов. Дворяне тоже проявили героизм в каком-то смысле. Например, Энгельгард распустил своих крестьян, сформировал из них партизанский отряд и достаточно долго наводил ужас на французов, пока он не был пойман, и в результате его расстреляли. Конечно, партизаны иногда хватали французов, и все это для них заканчивалось расстрелами. Вполне печальный, но логичный итог. И, наконец, момент, когда Наполеон уже мог быть схвачен, переправа Наполеона через Березину, когда он покидает территорию России, войсками командовали Чичагов и Витгенштейн. Один должен был подойти с юга, другой с севера, перекрыть путь Наполеону, но несогласованность их действий. И Кутузов был потом в бешенстве, конечно, от этого несогласованность их действий привела к тому, что Наполеону чудом удалось прорваться. Он сам не верил, что это может получиться, и в итоге удалось. Наполеон бросает свою армию и уезжает в Париж, бежит в Париж. Вот вы видите изображение под прикрытием польских Улан. Наполеон уезжает на территорию Франции обратно, а его армия тоже продолжает отступать. Терпит одно поражение за другим, уже брошенное своим командующим, отступление французов через Вильна. Затем поражение под Ковна, маршала Нея. В декабре 2012 года в освобожденный город Вильна прибывает Александр I, где принимается решение о продолжении боевых действий. О продолжении боевых действий. 25 декабря 1812 года Александр I издает два манифеста. Первый манифест об освобождении России от неприятельского нашествия, то есть можно сказать, что 25 декабря 1812 года, такой наш день победы в Отечественной войне 12 года. И другой приказ о строительстве Храма Христа Спасителя, как раз приуроченное к Рождеству Христову. Понятно, что по старому стилю 25 декабря, соответственно, сегодня для нас это 6-7 января. Кутузов был против того, чтобы продолжать гнать Наполеона на запад, но Александру I хотелось больше славы и хотелось окончательно разгромить противника. Начинается заграничный поход русской армии. Большое число сражений. Вы потом сможете пересмотреть эту презентацию. Тут достаточно много сражений указано. Можете посмотреть, как они проходили, чем они закончились в конечном счете. Я подробно сейчас на них останавливаться не буду. Русские гонят французов. При этом надо сказать, что еще сначала командовал войсками Кутузов, но вскоре он умирает. 16 апреля 1813 года это событие происходит. Взятие Кёнигсберга войсками Витгенштейна. После этого, когда Россия постепенно освобождает территорию Пруссии, то удается заключить союз с Пруссией о совместных боевых действиях против Франции. И продолжается отступление французских войск, сражение у Люцена. Надо сказать, что не все сражения проходили для нас успешно. В ряде сражений мы даже иногда проигрывали, но у Наполеона не хватало сил для того, чтобы перейти в контрнаступление. Параллельно идут боевые действия и на территории Испании, на территории Голландии. Кстати, вот вы можете увидеть как раз пример битвы при Витории. Это боевые действия как раз на территории Португалии и Испании, где поднимается восстание битвы у Кацбаха. Наиболее важным для нас сражением является, конечно, сражение под Лейпцигом. Да, в основном я даю даты по старому стилю, даже в рамках заграничного похода. Там, где даны даты по новому стилю, там это специально оговорено. Вот это в целом проблема, конечно, старый и новый стиль. В идеале бы по двум вариантам давать, но, к сожалению, не успел полностью подготовить. Итак, битва под Лейпцигом или битва народов у Наполеона 200 тысяч, войска, союзные войска, новая коалиция 200-350 тысяч человек. Наполеон терпит поражение в этом сражении и вынужден продолжать отступление. Будет освобожден Лейпциг, будет освобожден ряд других городов, переход войск через Рейн уже. Битва, соответственно, начинаются битвы на территории Франции. На территории Франции вот шестидневная война Наполеона, причем он выиграл большинство этих сражений, но это ему не помогло. Войск уже недостаточно для того, чтобы перейти в контрнаступление. Повторюсь, вы потом можете пересмотреть те битвы, которые указываются, и посмотреть события про них подробнее. И, наконец, русские войска окружают Париж и берут Париж, берут Париж. Происходит это 19 марта 1814 года. Наполеон в этот момент был в Фонтенбло. Он хотел добиться того, чтобы освободить, броситься освобождать Париж, но его генералы убедили его в том, что это бесполезно. Это бесполезно, и он подписывает отречение от престола. Вот вход войск в Париж во Франции, а вот триумфальные ворота возвращения русских войск на территорию в Петербург. И в 15-м году начинается Венский конгресс, в котором участвуют представители стран-союзниц. Наполеон в этот момент был отправлен на Эльбу, но вскоре он с Эльбы бежит. Это так называемый полет Орла. Полет Орла очень быстро дойдет до Гренобля, буквально за несколько дней. Вы можете увидеть тоже это на карте, что вот второе, третье, четвертое, пятое, шестое, седьмое, то есть вот буквально каждый новый день новый город взятым. И начинаются так называемые 100 дней Наполеона, но они заканчиваются битвой при Ватерлоу, где он терпит поражение и будет отправлен уже на остров Святой Елены, где и окончит свои дни по традиционной версии. Есть разные конспирологические версии, что он смог сбежать с острова снова, но это из области конспирологии мы с вами не занимаемся. А Венский конгресс вскоре после начала 100 дней Наполеона быстро будет закончен и установится новая Венская система международных отношений, которая просуществует по одной версии до 2019 года. Мне ближе другая точка зрения, что Венская система просуществует до 1856 года, когда установится новая Крымская система международных отношений по итогам Крымской войны. Какие основные решения Венского конгресса? Во-первых, защита от революционных и республиканских действий. Польша снова делится между несколькими государствами, и основная территория отходит к России. С 1815 года основная территория Польши принадлежит России, и там создается царство польское. Часть отходит к Пруссии и вольный город Краков. И в 15-м году Александр дарует Польше конституцию, одна из двух территорий России, наряду с Финляндией, где у нас была конституция. Наконец, Германский союз, отказ от восстановления Священной Римской империи. И, скажем так, если до этого было достаточно много государств на территории Германии, то теперь их число сокращается до 25. Союзники Наполеона среди Рейнского союза, их территории отходят, соответственно, Пруссии. Италия раздроблена на 8 территорий, и будет презрительное высказывание о том, что Франция, Италия, как государственное образование, прекратила свое существование. И вот вы можете видеть, Шарль Толейран, который участвовал в Венском конгрессе от Франции, представил свою точку зрения. Можете посмотреть, проанализировать, и обратите внимание на достаточно яркую карикатуру. То есть, опять же, речь идет о том, что власть должна находиться в руках монарха, и Венский конгресс строго стоит на том, чтобы именно монархи управляли государствами и не допускались какие-либо революционные выступления. Формируется блок великих держав, это Великобритания, Франция, Пруссия, Россия и Австрия, или Австро-Венгрия. Несмотря на достаточно активную колонизацию, несмотря на активную колонизацию, только Великобритания и Россия, скажем так, вот такие действительно две мировые державы. И Россия именно после Венского конгресса становится жандармом Европы, одним из тех государств, которое должно наблюдать за тем, чтобы в Европе не было каких-либо революционных выступлений. То есть, поддержание баланса сил. Надо сказать, что по мнению некоторых исследователей, система, созданная в Вене, оказалась удивительно устойчивой и не допускала на протяжении 100 лет новой общеевропейской войны. Вот вопрос. Можно ли считать войну, в которой участвует Россия, Великобритания, Франция, Турция, благожелательные по отношению к Великобритании, Франции, нейтралитет держат Австро-Венгрия и Пруссия, общей европейской войной или нет? Если нет, то тогда эта точка зрения правильная. Если вы думаете, что это может быть общей европейской войной, тогда эта точка зрения ошибочная и Венский конгресс смог сохранять мир лишь на протяжении 40 лет. Здесь решайте самостоятельно. Я говорил сейчас о Крымской войне, которая случилась в 1953-1956 годах. Здесь вывод на ваше усмотрение. Важно, что Россия после этой войны перестанет быть жандармом Европы. Кроме того, будут регулярно проходить международные конференции. И, наконец, важный момент заключения Священного Союза России, Австрии и Пруссии, которые должны были как раз стать таким вот оплотом в борьбе с революционной либеральной заразой, которая постепенно распространялась по Европе. Продолжение следует...